Одиссея и Диамет отправляются лазутчиками в стан троянцев Кони Реса Изложено по поиме Гомера Илиада Весь стан греков погрузился в глубокий сон Не спал лишь Агамемнон Тяжко вздыхал он о своем ложе, волнуясь от множества печальных мыслей Глядя на огни костров, которые пылали вокруг стана троянцев Он удивился тому, что там звучат свирели и слышатся веселые голоса Когда же смотрел он на стан греков, то в горе рвал на себе волосы Болью сжималось его сердце Наконец сын Атрея встал, оделся, накинул на себя шкуру льва И с копьем в руках пошел разыскивать Нестора Он хотел посоветоваться с царем Пилоса, как отвратить гибель от греков Встретил Агамемнон Менелая И Менелай не спал, он тоже волновался Думая о грозной судьбе тех, которые пришли под трою ради его дела Решили братья созвать на совет вождей Менелай пошел созывать героев, а Агамемнон пошел к Нестору Нестор услышал шаги приближающегося Агамемнона И не узнав его во мраке ночи, окликнул, предостерегая его не подходить к нему молча Назвал себя Агамемнон, подошел к Нестору Рассказал о том, что так его волнует и просил пойти с ним на совет В тот час встал Нестор и вместе с Агамемноном пошел созывать героев Призвали они Одиссея Затем призвали и Диамеда, который спал, положив под голову щит Копье его было воткнуто в землю рядом с ним Собрав героев, пошли они к страже и застали ее бодрствующей Стража сидела вперев взоры в ночную тьму, прислушиваясь, не идут ли троянцы Перешли вожди через ров и сели на поле перед стеной лагеря Нестор предложил тогда послать лазутчиков в троянский стан Чтобы узнать, что решили троянцы Вновь ли напасть на греков или же вернуться в город В тот час вызвался идти на это опасное дело Диамед И предложил кому-нибудь из героев идти с ним Много героев вызвалось идти с Диамедом Агамемнон велел Диамеду самому выбрать себе товарища Диамед выбрал Одиссея, любимца Афины Паллады Верил он, что даже из пылающего огня вернутся они вдвоем невредимыми Так хитер и изворотлив был Одиссей Вооружились Диамеды Одиссей Оружие дали им собравшиеся вожди, так как сами они на совет пришли невооруженными В то время, как греки посылали лазутчиков в стан троянцев Троянцы также послали лазутчиков узнать, хорошо ли охраняют стан свои греки Идти вызвался Далон, сын Эвмеда, славившийся быстротой своего бега Он решился пробраться к самым кораблям греков и послушать, что будут говорить на совете вожди греков Вооружился Далон, накинул на себя шкуру волка и пошел к стану греков Скоро заметили Далона Диамед и Одиссей Они, припав к земле, дали ему пройти мимо А потом погнались за ним, как два пса, преследующие Зайца или Серну «Стой!» — крикнул Далон и Диамед «Не то настигну я тебя копьем, и не избегнешь ты смерти» Бросил копьем Диамед в Далона, но так, чтобы пролетело оно над его плечом Испугался Далон и остановился, побледнев от ужаса Схватили его Диамед с Одиссеем, стал молить о пощаде Далон Расспросили героя Далона, зачем пошел он к стану греков Кто послал его, и как разместились в стане троянцы и их союзники В надежде, что пощадят его героя, все рассказал им Далон Он указал им, где стоят и недавно прибывшие фракийцы с царем Ресом Обладателем дивных коней и золотых доспехов Но не пощадили Диамед с Одиссеем Далона Сняли с Далона героя его шлем и волчью шкуру, взяли его оружие Одиссей положил оружие Далона так, чтобы могли они захватить его на обратном пути И оба героя отправились к лагерю фракийцев Герои тихо прокрались туда, где лежал среди своих воинов царь Рес у своих коней Как лев, напавший на беззащитное стадо косый овец, ринулся на спящих фракийцев Диамед Двенадцать фракийских воинов убил он Убил Диамед и царя Реса Одиссея отвязал коней Реса и вывел их из лагеря Диамед хотел вывезти и колесницу с золотыми доспехами Но богиня Афинопаллада, явившись Диамеду, сказала Подумай о возвращении в стан греков, сын Тидея Время возвращаться Иначе придется обратиться тебе в бегство Если кто-нибудь из небожителей, враждебных тебе, разбудит спящих троянцев Послушался совета богини Диамед И вскочил на одного из коней Реса Одиссей вскочил на другого И быстро помчались герои к греческому стану Бог Аполлон видел, как помогал Афинопаллады Диамеду и Одиссею Устремился он в лагерь троянцев и разбудил героя Гиппокаонта Родственника Реса Скочил Гиппокаонт с ложа И увидал, что пусто то место, где стояли кони Стал он звать по имени Реса Но никто не ответил Поднялась тревога в лагере троянцев С ужасом смотрели сбежавшиеся на то, что совершили Диамед и Одиссей Они же, захватив по пути вооружение Долона Вернулись туда, где ждали их вожди греков Рассказал Одиссей, как поймали они Долона Как убил Диамед царя Реса и двенадцать фракийских знаменитых героев И как добыли они коней Славили герои Диамеда и Одиссея Ликовали все греки, узнав об их подвиге Коней Реса Привязали у шатра царя Диамеда А оружие Долона Отнес на свой корабль Одиссей Битва у стана греков Изложено по поэме Гомера Илиада Едва озарился восток первым светом наступающего утра Как Зевс послал богиню вражду в стан греков Встала богиня на огромном корабле Одиссея Громко и страшно крикнула и вдохнула неудержимую жажду сражаться всем воинам Громко возбуждал к битве героев и царь Агамемнон Облекшийся в пышной доспехе и потрясающий громадным копьем Пешими кинулись в битву герои греков Храбро сразились с ними троянцы А их всех превзошел своими подвигами Гектор Подобно ярусным волкам носились по бранному полю войны Богиня-вражда веселилась в виде кровавую битву Боги же удалились от боя на светлый олимп в свои чертоги Сетуя на то, что Зевс помогает троянцам Зевс же радостный глядел на битву Особенно в этой битве свирепствовал царь Агамемнон Многих героев сразил он тяжелым копьем Убил он и двух сыновей Приама, Иса и Антифа Вместе бились они с врагами, стоя в одной колеснице Еще недавно видал их Агамемнон стани греков Куда привел их Ахилл, захватив обоих братьев на склонах Иды Не подали Приамидам помощи троянцы Оба погибли они Убил и двух сыновей Антимаха Агамемнон Напрасно молили они о пощаде царя Микен Агамемнон мстил их отцу за то Что он, подкупленный Парисом Советовал предать смерти Менелая, пришедшего в трое послом Убив их Ринулся Агамемнон туда, где сильнее кипел бой Подобно тому, как огонь пожирает лес И падают сокрушенные огненной бурей деревья Так сокрушал сына Трея одного за другим героев троянских С громом носились по бранному полю колесницы С которых сбил Агамемнон стоявших на них героев А эти герои лежали мертвые в опрахе Дрогнули троянцы и обратились в бегство Но у скейских ворот они остановились Увидел это бегство троянцев громовержец Зевс И повелел богине Ириде Нестись к Гектору и возвестить ему Чтобы он вступил в битву тогда Когда увидит, что Агамемнон ранен Что даст Зевс Гектору великую силу И он оттеснит греков до самых их кораблей Быстро исполнила Ирида веление Зевса Соскочил с колесницей Гектор и воодушевил троянцев Между тем, Агамемнон по-прежнему поражал одного за другим героев троянских Он убил Эфидаманта, сына Антенора Хотел отомстить за смерть брата старший сын Антенора Коонт Он поразил Агамемнона копьем в руку около локтя Царь же Микен ударом меча отсек ему голову И упал старший сын Антенора мертвым на труп своего брата Но не мог больше сражаться Агамемнон Страшно разболелась его рука И он покинул бранное поле Видя, что Агамемнон уехал в свои колесницы Гектор громким голосом стал ободрять воинов И сам ринулся в битву Многих героев сразил он Гибель грозила грекам Но призвал Одиссей на помощь Диамеда И оба героя мощно отразили натиск троянцев Диамед, увидя приближающегося Гектора Метнул в него копьем и поразил его в шлем Не дал бог Аполлон копью пробить шлем Спас бог от неминуемой гибели Гектора Но от сильного удара Упал на землю Гектор и лишился чувств Пока Диамед шел через ряды воинов поднять копье Оправился Гектор и, вскочив на колесницу, избег гибели Страшным гневом вспыхнул Диамед Опять не удалось ему сразить Гектора Взмахнул копьем Диамед и поразил насмерть Одного из троянских героев Диамед наклонился снять доспехи с убитого Увидал это Парис и ранил Диамеда стрелой Возликовал Парис Диамед же, когда прикрыл его щитом Одиссей Вырвал стрелу из раны Но больше не мог он сражаться и покинул поле битвы В это время окружили Одиссея троянцы Словно псы, вышедшего из леса льва Стоит лев и грозно щелкает зубами Так стоял и Одиссей И отбивался копьем от наступающих на него троянцев Много троянских героев нашли здесь смерть От копья Одиссея Поразил он Харопа, брата царя Сока Мстя за смерть брата Ударил копьем в щит Одиссея Сок Пробил щит и ранил в бок Одиссея Но и раненый Одиссей обратил в бегство Сока А бегущего Убил ударом копья в спину Убив Сока Одиссей вырвал копье из своей раны Хлынул из нее горячая кровь Увидя, что Одиссей ранен Бросились на него троянцы Громко стал призывать к себе на помощь царь Итаки Поспешил ему на помощь Аякс Теламонид И прикрыл Одиссея своим огромным как башне щитом Менелай же Вывел Одиссея из гущи битвы к колеснице Покинул и Одиссей битву Аякс же Ринулся в битву и своим копьем разил троянцев В это время Парис Ранил стрелой героя Махаона в правое плечо По просьбе Идоминея Увез Нестор раненого в стан греков Увидал возничий Гектора Кебрион Как теснит Аякс троянскую рать И сказал об этом Гектору Помчался Гектор на помощь Зевс же Наслал страх на Аякса Забросив за спину свой громадный щит Стал он медленно отступать Он отступал словно лев Которого гонит от стада псы И отважные пастухи Медленно отступал он То и дело останавливался И прикрывшись щитом Сдерживал теснивших его троянцев Увидал отступающего Аякса Герой Эврипид И поспешил ему на помощь Но и его ранил стрелой Парис И пришлось Эврипиду покинуть поле битвы Аякс уже на помощь Поспешили греки И с их помощью невредим Отступил сын Теламона Встаня С кормы корабля Ахилл наблюдал за битвой Увидав что Нестор Привез раненого героя Ахилл призвал своего друга Патрокола Просил его сходить к Нестору И узнать Уж не Махаон ли ранен Быстро пошел в шатер Нестора Друг Ахилла Действительно Там увидал Патрокол раненого Махаона Которому приготовляли питье Увидав Патрокола Пригласил его сесть с ними Царь Пилоса Но отказался он Так как спешил назад К своему другу Нестор рассказал Патроколу Как теснят троянцы греков Кто из героев ранен И просил помочь грекам Он советовал Патроколу Упросить Ахилла Позволить ему Вооружившись доспехами Ахилла Вести в бой Мирмидонян Может быть троянцы Приняв Патрокола за Ахилла Прекратят бой И тогда отдохнут греки От тягостных боев Согласился Патрокол И пошел назад к Ахиллу С твердым намерением Упросить друга Позволить ему Вступить в бой По дороге Встретил Патрокол Раненого Эврипила Со стрелой в бедре Сильно страдал От боли герой И из раны Его струилась кровь Сжалился над героем Патрокол Он помог Эврипилу Дойти до его корабля Вырезал стрелу из раны И присыпал рану Целебной травой Эврипил Тоже рассказал Патрокол Как теснят троянцы греков По-прежнему гремел бой Уже не могли стена и ров Служить защитой грекам Но не могли сразу троянцы Перейти через ров И овладеть стеной За которой укрылись греки Гектор хотел переехать В колеснице через ров Но кони его не пошли через ров И кинулись в сторону Тогда по совету героя Полидаманта Троянцы разделились На пять больших отрядов И под предводительством Своих вождей Пошли на приступ Пешими сражались Вожди троянцев Оставив у рва Свои колесницы Лишь один герой Асии не покинул колесницы Он хотел Преследуя бегущих греков Прорваться следом за ними Со своим отрядом в стан И напасть прямо на корабли греков Но около стен Отразили натиск Асия Два героя Лапифы, Полипет и Леонтей Словно два могучих дуба Стояли они у стены Пред воротами Отважно бились лапифы Отражая наступавших А со стен на врагов Летел град больших камней И целые тучи стрел Лапифы отразили Асия Убив многих троянских героев Но приближался уже Новый отряд к воротам Предводимый Гектором И Полидамантом Тут Зевс послал Великое знамение Над отрядом троянцев Появился вдруг орел Он держал в когтях змею Извиваясь Ужалила змея В грудь орла Вскрикнул звучно орел Уронил змею Среди отряда троянцев И быстро скрылся из глаз Увидав это знамение Стал советовать Полидамант Гектору Прекратить бой Не стараться овладеть Станом греков Но Гектор не послушался Полидаманта И двинулся с отрядом Своим к стене Страшную бурю Поднял громовержец Зевс Колубы пыли Понеслись на суда греков Несмотря на бурю Храбро защищали греки стену Троянцы срывали с нее зубцы И расшатывали бревна На которых были укреплены башни Чтобы обрушить их Камнями, стрелами и копьями Встретили наступавших греки Оба Аякса Воодушевляли греков Стойко защищаться Прикрывшись щитом С двумя копьями в руках Подступил к воротам Могучий Сорпидон Призвав на помощь себе Ликийского героя Главка Защищал ворота Менесфей Он послал звать На помощь Аяксов Явился на помощь Менесфею Теламонит Аякс Брат его Тевкор И Пандеон Могучим ударом громадного камня Сверх Аякс Поднявшегося было на стену Героя Эпикла Тевкор Ранил стрелой Главка Но Сорпидон не отступал Ему даже удалось Разрушить часть стены Однако Отразили и его Аякс и Тевкор Воодушевил на новый приступ Сорпидон своих Ликийцев Еще раз кинулись они на стену Но не дали им овладеть ею греки Не могли Ликийцы завладеть стеной Но и греки не могли прогнать их Ни Ликийцы, ни греки Не могли добиться перевеса в битве Первым Ворвался в стан греков Могучий Гектор Он схватил громадный камень Который два мужа с трудом подняли бы Только рычагами И грянул им о ворота Не устояли против силы удара Ни ворота Ни огромный засов Загремели ворота И раскололись на части Кинулся через них Гектор в стан Огнем гнева полали его очи Ворвались за ним и троянцы Взята была приступом стена В бегство обратились греки И побежали к своим кораблям Сметение поднялось в стане Бой у кораблей Изложено по поэме Гомера Илеада Начался бой у самых судов Зевс не смотрел больше на битву Так как уверен был Что никто из богов не решится помогать грекам Увидя это Бог Посейдон быстро пошел с гор Фракии Откуда наблюдал за битвой к своему дворцу Задрожали под ногами гневно идущего бога горы Пришел в свой дворец Посейдон Запряг своих морских коней в колесницу И помчался по волнам моря к Трое Бурно летели они не касаясь волн морских И скоро примчали бога к Трое В обширной пещере на берегу моря Оставил Посейдон коней с колесницей Стреножив коня ноги золотыми цепями Приняв образ Калхаса Предстал он предаякцами И воодушевил их к битве Прикоснувшись к ним жезлом Влил бог в их члены великую силу Поняли аяксы, что бог под видом Калхаса Говорил с ними И еще отважнее бросились в битву Прошел Посейдон по рядам греков И всех возбуждал храбро сражаться Собрались вокруг аяксов ряды воинов И щит к щиту Шлем к шлему выставив копья Ждали наступавших троянцев Среди граждан Трои Наступал Гектор Как катится с вершины горы Тяжелый камень Оторвавшийся от утеса Сокрушая все на своем пути Пока не скатится в долину И не останется там лежать недвижимый Так несся Гектор С копьем и щитом на ряды греков Остановился он Предсомкнутыми рядами И воодушевлял троянцев Прорвать строй греческих воинов Завязался упорный бой Много пало в бою греков Пал и внук Посейдона Амфибах Разгневался бог Посейдон Он воодушевил царя Идоминея Отомстить за смерть внука Облегся в блестящие доспехи Идоминей И сверкая подобно молнии Зевса Бросился в битву Встретил Идоминей Мериона Который только что сломал копье свое Ударив им в щит сына Приама Да и Фоба И шел за новым копьем Дал Идоминей копье Мериону И оба героя пошли на левый фланг греков Увидали подходящего Идоминея троянцы И бросились на него Устремился Идоминей на троянцев И обратил их в бегство Видя как теснит он троянцев Сын Приама Да и Фоб призвал на помощь Энея Вместе напали они на Идоминея Призвав еще Париса и Агинора Страшная началась сеча вокруг Идоминея Которому на помощь поспешили многие герои Загремели на груди у героев Медные доспехи от сильных ударов Гектор же Сражался там Где защищали корабли два Аякса Упорно бились они Стоя друг около друга Так валы Соединенные общим ермом Тащат по полю плуг И дружно идут по борозде Взрывая глубоко землю Много воинов билось вокруг Аяксов А сзади них Лакрийцы вооруженные луками и пращами Пускали тучи стрел наступавших Уже готовы были дрогнуть троянцы Но герой Полидамант Дал совет Гектору позвать на помощь Храбрейших героев И решить Броситься ли на суда греков Или же отступить Пошел созывать героев Гектор Но многих не нашел Одни лежали уже бледными трупами У кораблей греков Другие, страдая от ран Удалились от боя Лишь Парис отражал натиск греков С упреком обратился Гектор К Парису Но несправедлив был этот упрек Храбро бился Парис Не его была вина Что ранены были многие герои А еще больше их было убито Звал Парис Гектора Вести в бой троянцев Подобные бурья Шли в бой троянцы Но не смутились От их натиска греки Увидал Аякстеламонит Гектора И звал его ближе подойти К рядам греческих воинов Появился над Аякстелам Парящий орел И греки радостно вскрикнули При виде этого знамения Но предводимые Гектором троянцы С грозным криком напали на греков Таким же криком Ответили и греки троянцам И крик обоих войск Донесся до самого неба Этот крик войска услыхал Нестор Сидевший в своем шатре с Махаоном Схватил он щит и копье И вышел из шатра Пошел старец к царю Агамемнону Он встретил царя Микен Диамеда и Одиссея Которые шли раненые Опираясь на копья Они хотели посмотреть на битву Сердца их сжала печаль Когда увидали они Что бой идет уже у кораблей Скорбели вожди Что разрушена та стена Которую воздвигли греки Чтобы защитить себя От нападения троянцев Не знали они Как помочь войскам Что сделать для спасения от гибели Агамемнон уже готов был Дать повеление Спустить корабли на воду Но Одиссей удержал его от этого Так как боялся Что спуская корабли Греки больше будут думать О бегстве чем о битве Диамед же посоветовал Облачившись в доспехе Показаться войску И этим поднять его дух Но участия в битве не принимать Чтобы не быть ранеными вторично В это время Богиня Гера Видя неудачу греков Решила помочь им хитростью Она решила погрузить Зевса в сон А покуда будет спать Зевс Дать победу грекам С Олимпа быстро полетела Богиня Гера на Лемнос И там нашла бога сна Гипноса Долго уговаривала его Гера Усыпить громовержца Зевса Но отказывался Гипнос Так как боялся он гнева Зевса Наконец убедила она Гипноса Вместе с богом сна Быстро примчалась Гера На вершину Иды Гипнос тайно от Зевса Укрылся на громадной еле Под видом сладкогласной птицы И погрузил его в глубокий сон Затем Гипнос С высокой Иды Полетел к колебателю земли Посейдону И сказал ему, что спит Зевс Обрадовался Посейдон И еще более воодушевил к битве греков Агамемнон, Диамет и Одиссей Забывая о ранах Сами построили ряды греческого войска Двинулось под предводительством Посейдона Войско навстречу троянцам Вскипело море Шумом набегали волны До самых кораблей и шатров греков И подобно волнам морским Наступали на троянцев греки Опять началась ужасная битва Гектор бросил копьем в Аякса Но не ранил его Аякс же Громадным камнем поразил Гектора в грудь Как падает дуб Разбитый ударом молнии Зевса Так упал на землю Гектор Выпало из рук его копье Громадный щит придавил его к земле Кинулись к Гектору греки Но защитили сына Прияма троянские герои И вынесли из битвы Положили они лишившегося сознания Гектора На берегу реки Ксанфа И окропили ему лицо водой Вздохнул Гектор Открыл глаза Приподнялся И из уст у него хлынула кровь Опять опрокинулся навзничь Гектор И потерял снова сознание Увидя, что Гектор сражен камнем Аякса Дружнее бросились греки на троянцев Еще яжеснее закипела битва Много героев Как со стороны греков Так и со стороны троянцев Нашли смерть в этой битве Обратились в бегство троянцы И остановились лишь тогда Когда оказались уже завалом Окружавшим стан греков В это время Проснулся Зевс на вершине Иды Увидал он бегущих троянцев И преследующих их Под предводительством Посейдона греков И пришел страшный гнев Он стал укорять Геру И грозил ей связать ее золотой цепью И повесить между небом и землей За то, что убедила она Посейдона Помочь грекам Но Гера страшной клятвой Уверяла Зевса Что не по ее совету Помогает грекам Посейдон С быстротой мысли Помчалась на Олимп Богиня Гера Там, на Перу Гера сама убеждала богов Не противиться воле Зевса Сообщила также Гера Богу войны Арусу Что пал его сын Аскалав Сраженный Дейфобом Зарыдал Арес Грозный вскочил он И, надев доспехи Готов был спешить на поле битвы Чтобы отомстить за смерть сына Но удержала его Афина Напомнив ему волю великого Зевса Призвала Гера Бога Аполлона И вестницу богов Ириду И сказала им Что велит им Зевс Идти к нему на вершину Иды Когда явились на Иду Бог Аполлон и Ирида Зевс повелел Ириде лететь к Посейдону И передать ему Веление Зевса Покинуть битву Предстало мгновение Ока Пред Посейдоном Ирида И передала ему Веление Зевса Не хотел покориться Воле брата Посейдон Он говорил Что равна его сила Власти Зевса Что Зевс может приказывать Своим сыновьям и дочерям А не ему Но в конце концов Покорился Посейдон И удалился с поля битвы Грозя, однако, Зевсу Что если он и дальше Будет щадить Трою То вечная вражда Начнется между ним И Зевсом Аполлон уже Зевс повелел Взять его Эгиду И ею устрашить Греков Повелел ему Зевс восстановить И силы Гектора Когда Аполлон Подобно ястребу Спустился на землю Около Гектора Тот уже Начинал приходить В себя Восстань, Гектор Сказал ему Аполлон Я, бог Аполлон Прислан тебе На помощь Зевсам Иди к войскам И повели им Напасть на греков Я сам пойду Впереди Троянцев Могучую силу Вдохнул Аполлон В грудь Гектору Встал он И пошел К Троянцам Обрадовались Они Увидав Гектора Невредимым Удивились Греки Увидав Гектора Опять в рядах Своих врагов Оправились От бегства Троянцы И снова Начали Теснить Греков Все Кровопролитнее И кровопролитнее Становился бой Храбро Отражали Греки Начиск Троянцев Но только До тех пор Пока не потряс Эгидой Зевса Бог Аполлон Дрогнули Тогда Греки Ужас Овладел их Сердцами Забыли Они О храбрости И обратились В бегство Троянцы Преследовали Их А Аполлон Сравнял Путь Троянцам Засыпав Ров Пред стеной На пространство Уброшенного Копья Только У судов Остановились Греки Стали Молить Они Богов О спасении Молил Зевса И старец Нестор Вспомни Зевс О тех Жертвах Которые Приносили Тебе Греки Моля Дать им Счастливое Возвращение На родину Отврати Гибель О Олимпийц От Греков Не Дай Троянцам Окончательной Победы Услыхал Зевс Мольбу Нестора И грянул Громом С вершины Неба Троянцы Приняли Гром За Благоприятные Знамения И Подобно Грозному Морскому Валу Вздымающемуся Выше Борта Корабля Ринулись На Греков Закипел Бой У самых Кораблей Упорно Бился Аякс Защищая Корабли Рядом С Аяксом Стоял Брат Его Тевкар И Поражал Стрелами Героев Трое Когда Же Хотел Тевкар Поразить Стрелой Гектора То Защитил Зевс Сына Прияма Выпал Лук Из руки Тевкара Лопнула На нем Тетива И Рассыпались Стрелы В ужас Пришел Тевкар Он Понял Волю Богов Аякс же Посоветовал Брату Оставить Лук И Сражаться Копьем Все Яростнее Кипела Битва Кровь Лилась Ручьем Вокруг Кораблей Медной Стеной Своих Щитов Оградили Греки Корабли Много Подвигов Храбрости Совершили Герои Греков Но Все Сильнее Наступали Троянцы Казалось Что Сражается Не Истомленная Боем Рать А Свежая Только Что Начавшая Бой С Громадным Шестом В руках Перепрыгивал Аякс Корабля На Корабль Отражая Троянцев Криком Своим Возбуждал Он Героев К битве Гектор Подобно Орлу Бьющему Перелетных Птиц Поражал Греков Уже Схватился Рукой За Корму Корабля Прот Силая Гектор Громко Звал Троянцев И Велел Им Дать Факел Чтобы Поджечь Корабль Не Мог Противостоять Натиску И Сам Могучий Теламонит Аякс Через Силу Отражал Он Своим Копьем Троянцев Засыпали Его Стрелами Троянцы Они Мело Левая Рука Аякса От Тяжести Щита Порывисто Дышал Аякс Пот Лился Ручьем По Его Телу Начал Он Отступать Бросившись Вперед Гектор Ударом Меча Обрубил Острее Копья Аякса Видел Теламонит Что Такова Воля Зевса Чтобы Запылали Корабли Греков И Действительно Троянцы Подожгли Корабль Протасилая И Он Запылал Охваченное Огнем Казалось Гибель Настала Для Всех Греков Но Тут Пришла К ним Помощь Оттуда Откуда Они И Не Надеялись Ее Получить Подвиги Подвиги И Смерть Патрокола Изложено Папоэми Гомера Илиада Когда Не Не Смерть Если не хочешь помочь, то отпусти меня с твоими мермедонянами, дай мне твои доспехи. Может быть, примут меня троянцы за тебя и прекратят битву. Со свежими силами отразим мы троянцев от кораблей. Так молил Патрокол Ахилла, не ведая, что сам он выпрашивает себе смерть. Видел Ахилл, как трудно приходится грекам. Он слышал, что раздается лишь голос Гектора. Не участвует, значит, в битве ни один великий герой Греции. Ахилл не хотел гибели греков. Он согласился дать Патроколу свое вооружение и позволить вступить в бой с троянцами. Но лишь в том случае, если тревога раздастся и пред его судами, тогда пусть Патрокол отразит троянцев, не даст им сжечь корабли. Но запрещал Ахилл Патроколу везти Мермедонян к стенам троя. Боялся он, что может погибнуть его любимый друг. Так разговаривали друзья. Вдруг увидал Ахилл, как заполал один из его кораблей, зажженный Гектором. В гневе вскричал он. — Спеши, Патрокол. Я вижу, уже бушует пламя среди кораблей. Вооружайся скорее. Я сам построю в бой Мермедонян. Быстро вооружился Патрокол доспехами Ахилла. Он не взял лишь его копья. Этим копьем сражаться мог один Ахилл. Так тяжело оно было. Запряг в колесницу Ахилла коней, его возничий Автомедонт. Ахилл же выстроил своих Мермедонян. Они, подобно хищным волкам, готовым кинуться на оленя, стремились жадно в бой. Воодушевил Ахилл своих воинов на ратный подвиг и повелел им храбро сражаться, чтобы понял царь Агамемнон, как опрометчиво поступил он, оскорбив славнейшего из греческих героев. Бросились в бой Мермедоняне с громким криком. По всему стану разнесся их грозный крик. Увидали троянца Патрокла в доспехах Ахилла и подумали, что это сам Ахилл, забыв о вражде с Агамемноном, спешит на помощь грекам. Каждый троянец стал уже думать о бегстве. Патроклл же бросился в самую гущу боя и разил своим копьем троянцев, сражавшихся около корабля Протасилая. Отступили устрашенные троянцы. Но троянцы не покинули сразу стана. Они отошли вначале лишь от кораблей. Преследовали греки троянцев и много пало троянских героев. Но не удержались стани троянцы. Словно свирепые волки, ринулись на них греческие герои. Бросились через ров в поле троянцы, и многие погибли. Герой Таламонит Аякс пылал с желанием сразить Гектора. Гектор, хотя и видел, что ускользает из рук троянцев победа, но не отступал еще. Он старался всеми силами задержать греков, преследующих троянцев. Наконец отступил и Гектор. Кони быстро перенесли его через ров в поле. Возбуждая греков преследовать бегущих, Патрокол быстро погнал коней ко рву. Перескочили бессмертные кони Пелея через ров вместе с колесницей и помчались по полю. Патрокол искал Гектора, но спасся он на своей колеснице. Пыль поднялась по полю от бегущих толп троянских воинов. Спешили укрыться за стенами трои троянцы. Но Патрокол многим отрезал отступление. Он погнал их назад кораблям, и многих из них сразил своим тяжелым копьем. Увидал Сорпидон гибель такого множества героев от руки Патрокола и воззвал к своим ликийцам, призывая их остановиться. Хотел Сорпидон сразиться с Патроколом. Соскочил он с колесницы и стал поджидать Патрокола. Друг Ахилла тоже сошел с колесницы. Бросились друг на друга герои, подобно двум коршунам, дерущимся с криком за добычу на высоком утесе. Зевс увидал этот поединок. Жаль стало ему Сорпидона, хотел он спасти своего сына. Гера услышала сетование Зевса. Она не советовала ему спасать сына. Напомнила она Зевсу, что сыновья многих богов боются по трое, и что многие из них уже погибли. Если спасет Зевс Сорпидона, то пожелают и другие боги спасти своих сыновей. Зевс должен допустить гибель Сорпидона от руки Патрокола, если так суждено Роком. Внял совет у Геры Зевс. Послал он кровавую росу на поля Троянские, чевствуя этим сына, который должен был пасть от руки Патрокола. Первым метнул копье Патрокол и убил верного слугу Сорпидона. Метнул копье и Сорпидон. Но не попал в Патрокола, мимо пролетело копье и убил одного из коней, запряженную в колесницу другу Ахилла. Второй раз сшиблись герои. Опять промахнулся Сорпидон. Патрокол же. Поразил Сорпидона прямо в грудь. Упал царь Ликийский, как падает дуб, срубленный под самый корень дровосеком. Громко воззвал Сорпидон к другу своему главку. — Друг главк, возбуди Ликийцев храбро биться за царя и Сорпидона и сам бейся за меня. Вечным позором будет служить тебе то, что снимут с меня доспехи греки. Предсмертный стон вырвался из груди Сорпидона и сомкнул ему очи бог смерти Танат. Скорбь овладела главком, когда он услыхал голос друга. Терзался он тем, что не может помочь ему, так как сам страдал от раны. Воззвал он к богу и молил его исцелить рану. Услышал Аполлон мольбу главка и исцелил его рану. Собрал главк Ликийцев и героев Троя Энея и Агенора, Полидаманта и самого шлемоблещущего Гектора сражаться за тело Сорпидона. Собрались герои и поспешили на помощь главку. Призвал на помощь греческих героев и потрокал. Первыми пришли Аяксы. Закипела битва вокруг тела Сорпидона. Зевс же распростер тьму над телом сына, Чтобы еще ужасней был бой. Поднялся такой страшный грохот оружия, Словно толпа дровосеков рубила в деревья в нагорных лесах. Труп же Сорпидона Лежал покрытый пылью и кровью, Весь засыпанный стрелами. Не сводил очей с поля битвы Зевс. Он размышлял погубить ли Патрокло у тела сына Или дать ему совершить еще великие подвиги И прогнать троянцев к самым стенам. Зевс решил продлить жизнь Патрокло. Он наслал страх на Гектора. Первым обратился он в бегство. За ним последовали и другие войны. Сорвали доспехи с Сорпидона греки, А Патрокол велел отнести их к кораблям. Призвал тогда Аполлона громовержец Зевс И повелел ему взять тело Сорпидона, Омыть его от пыли и крови, Умастить благовонным маслом И одеть в пышные одежды. Затем должны были боги-братья Сон и смерть Отнести тело Сорпидона в Ликию, Чтобы там похоронили Сорпидона Братья и друзья с великими почестями. Исполнил повеление Зевса Аполлон. Патрокол в это время Гнал троянцев городским стенам. Он мчался навстречу своей гибели. Многих героев убил он. Взял бы и трою Патрокол, Если бы бог Аполлон, Исполнив веление Зевса, Не встал на высокой башне Трои. Три раза подымался Патрокол на стену, И три раза отражал его Аполлон. Когда же в четвертый раз Бросился на стену Патрокол, Грозно крикнул ему Аполлон. Отступи от стены, Храбрый Патрокол. Не тебе, а Ахиллу Суждено разрушить великую Трою. Отступил Патрокол. Не осмелился он разгневать Далеко разящего своими золотыми стрелами Бога Аполлона. Только в скейских воротах Остановил Гектор своих коней. Он колебался, Напасть ли ему на Патрокола, Или повелеть всем укрыться За стенами Трои. Тут явился ему Аполлон Под видом брата Гекабы, И посоветовал напасть на Патрокола В открытом поле. Послушался совета Гектор И велел своему возничьему Кебриону повернуть коней. Увидав Гектора на колеснице, Соскочил Патрокол на землю И схватив правую руку громадный камень, А левый, замахнувшись копьем, Стал ждать его приближения. Когда уже близко был Гектор, Метнул Патрокол камень И поразил им в голову Возничьего Кебриона. Подобно водолазу, Бросающемуся в море, Стремглав упал Кебрион С колесницы. С насмешкой воскликнул Патрокол, Как быстро нырнул Кебрион, Будь это в море, Он много добыл бы устриц, Ныряя с корабля. Есть, я вижу, и между троянцами водолазы. Так воскликнув, Бросился Патрокол к телу Кебриона. Соскочил Гектор с колесницы И вступил в бой с Патроколом За труп своего Возничьего. Снова началась кровопролитная сеча Вокруг тела Кебриона. Греки и троянцы бились так, Как бьются восточный и южный ветер, Эвр и Нот, В лесистой долине. Шумом гнутся тогда деревья, Ударяясь друг о друга ветвями, И раздается вокруг треска Ломающихся дубов, Сосин и елей. Долго бились троянцы и греки. Уже склонялось солнце к западу. Три раза бросался на троянцев Патрокол, Три раза сражал он копьем По девять героев. Когда же он бросился в четвертый раз На троянцев, Выступил против него бог Аполлон, Одетый великим мраком. Он встал позади Патрокла И ударил его по спине и плечам. Потемнело в очах Патрокла. Сорвал с головы Патрокла Бог Аполлон шлем, Который некогда сиял на голове Великого Пилея И покатился шлем по земле. Сломалось в руках Патрокла копье, И на землю упал его тяжелый щит. Расстегнул Аполлон до смехи Патрокла, И он, Лишенный силы безоружной, Стоял перед троянцами. Но и на безоружного Патрокла Не посмел напасть спереди Герой Эфорб. Он поразил его сзади копьем между плеч И скрылся в толпе троянцев. Избегая гибели, Стал отступать Патрокл к рядам греков. Увидал Гектор раненого Патрокла И поразил его насмерть копьем. Как лев, Который в драке за вдопой Убивает дикого кабана На берегу маловодного ручья. Так убил Гектор Патрокла. Возликовал сын Приама. Он убил друга Ахилла, Который грозил разрушить Великую Трою. Упал на землю Патрокол И, умирая, сказал Гектору. «Теперь ты можешь гордиться, Гектор, победой. С помощью Зевса и Аполлона Одержал ты ее. Боги победили меня. Они лишили меня доспехов. Богам это легко. Но если бы двадцать таких, как ты, Напали на меня, Я бы всех вас сразил моим копьем. Погубил меня Бог Аполлон, да и Форб. Ты же Третий из тех, которые меня сразили. Запомни же, что я скажу тебе. Недолго тебе осталось жить. И близко-близко стоит около тебя смерть. Суровый рог определил тебе пасть от руки Ахилла. Сказав это, умер Патрокол. Тихо отлетела душа его в царство мрачного Аида, Сетое, что покинула она юное, сильное тело. Уже мертвому крикнул Гектор. «Зачем предвещаешь ты смерть мне, Патрокол?» Кто знает, может быть, раньше расстанется с жизнью Ахилл, Сраженный моим копьем. Вырвал Гектор из тела Патрокола свое копье И бросился на Автомидонта, Желая завладеть конями Ахилла. Бой за тело Патрокола Изложено по поэме Гомера Ильяда Увидал царь Менелай, Лежащий во прахе труп Патрокола И бросился к нему. Не хотел он допустить, Чтобы троянцы осквернили труп героя, Сражавшегося за него. Подобно грозному льву Ходил он около трупа Патрокола, Прикрывшись щитом И потрясая тяжелым копьем. Троянец Эфорб, Поразивший спину Патрокола, Хотел завладеть трупом. Он подступил к Менелаю, Гаря желанием отнять труп И отомстить царю Спарты За то, что он убил его брата. Ударил он копьем в щит Менелая, Но не мог пробить щита. Менелай же могучим ударом Вонзил свое копье в горло Эфорбу И грохнулся на землю, молодой Эфорб. Стал Менелай снимать с него Драгоценные доспехи, Но побудил стреловержец Аполлон Гектора напасть на Менелая. Бросился он на Менелая. Не хотел отступать Менелая от тела Патрокола, Зная, что осудят его за это все греки, Но боялся и быть окруженным троянцами. Решил Менелай позвать на помощь Аякса. Медленно отступил он под натиском троянцев И призвал Аякса. Уже успел Гектор схватить труп Патрокола И снять с него доспехи Ахилла, Когда подоспел Аякс. Пришлось Гектору оставить труп. Увидав это, Голавк стал укорять сына Преяма в малодушии, В том, что боится он греческих героев. Этими словами, Голавк заставил Гектора Опять вступить в битву. Он призвал назад своих слуг, Которым велел отнести доспехи Патрокола в трое, И облачился в них сам. Зевс-громовержец Увидал, как вооружается Гектор Оружием Ахилла, И подумал. Злополучный, Ты не чувствуешь, Как близка твоя смерть. Ты надеваешь доспехи того героя, Которого боятся все. Теперь я дам тебе победу в награду за то, Что никогда не примет из рук твоих доспехов Ахилла Жена твоя, Андромаха. Так подумал Зевс, И в знак того, что так и будет, Он грозно нахмурил брови. Гектор же Исполнился неудержимой силой и храбростью, Быстро пошел он к войску И стал воодушевлять К битве героев. Менелай Громким голосом Сзывал в это время героев На защиту тела Патрокла. Первым пришел Аякс, Сын Аэлея. Затем и Доминей, Мерион И другие. Сомкнули свои щиты Вокруг тела Патрокла героя, Но троянцы отразили их. Опять завладели они Трупом Патрокла. Могучий Аякс Теламонид Рассеял, Однако, ряды троянцев И отбил у них труп, Поразив того героя, Который тащил труп за ноги. Опять возгорелась Сеча за труп. И дрогнули уже троянцы. Но Аполлон Воодушевил на битву Энея. Он удержал войска От бегства. Еще Кровопролитнее Столбой. Залила кровь Землю, Нагромозились Трупы на трупы. Как все Пожирающий огонь Пылала битва. Зевс же Разлил тьму Вокруг трупа Патрокла. Можно было подумать, Что нет на небе Больше ни солнца, Ни месяца. Такой мрак Был вокруг трупа Патрокла. Но только Вокруг трупа Патрокла Был мрак. Остальное поле битвы Залито было Лучами солнца И на небе Не было ни одного Облачка. Во тьме Бились герои За труп Патрокла. Вдали от битвы Стояли Бессмертные Кони Ахилла И проливали Горькие слезы О гибели Друга Их хозяина. Напрасно Пытался Возничий Автомидонт Заставить их Тронуться с места. Они стояли Недвижимы Опустив Головы Гривы Их Светились До самой земли Увидал Коней Зевс И подумал О Злополучные Кони Зачем Подарили Мы вас Бессмертных Пелею Неужели Для того Чтобы вы Узнали Скорби Людей Так как Нет Ни единой Твари Во всей Вселенной Более Несчастной Чем Человек Но не Печальтесь Никогда Не будет Владеть Вами Гектор Я Дам Вам Силы Вынести Из Битвы Автомидонта Троянцам Я дам Еще Победу Но только На этот День Пока Не Закатится Солнце Вдохнул Коням Великую Силу Зевс И они Помчались По полю Битвы С Автомидонтом Возничай Хилла Схватив Тяжелое Копье Сразил Героя Орета Снял Он с него Доспехи Радуясь Что Хоть Этим Отомстил За смерть Патрокла Вокруг Тело Патрокла Кипела Битва Сражающимся Греческим Героем В багряном Облаке Спустилась Богиня Афина И Под видом Героя Феникса Ободряла Их Менелай Отвечая Фениксу Не узнал Он Афины Призвал Афину На помощь Прежде Других Богов Возрадовалась Богиня И вдохнула В Менелая Непобедимую Силу Аполлон Водушевлял Троянцев Все Кровопролитнее И кровопролитнее Становилась Битва Потряс Зевс Эгидой И Грянул Гром Ужас Охватил Героев Эллады Опечалился Аякс Таламонит Видя Бегство Греков Взмолился Он Зевс И молил Его Рассеять Мрак Молил Чтобы Не губил Он Греков Или Если Уж Такова Его Воля То Пусть Погубит Их Но Только При Свете Услыхал Зевс Мольбу Аякса Рассеялся Мрак И Снова Засверкало Солнце Аякс Попросил Менелая Найти Сына Нестера Антилоха И Послать Его Кахилу С вестью Что Убит Патрокол И Что Троянцы Могут Овладеть Его Телом И Исполнил Просьбу Аякса Менелай Нашел Антилоха И Рассказал Ему О Гибели Патрокола В Ужас Пришел Антилох Он Не Знал Еще Что Патрокол Убит Проливая Горькие Слезы Поспешил Юный Сын Нестера К Ахилу Около Жетела Патрокола Все Сильнее Становилась Сеча Посоветовал Аякс Менелай Эмирион Поднять Тело И Нести Его К Стану Сам Же Стал Он Прикрывать Их Отражая Троянцев Но Лишь Только Увидали Троянцы Что Подняли Герои Тело Патрокола Как Бросились На Них Как Разъяренные Псы Но Стоило Лишь Обратиться К Нем Аякс Как Останавливались Троянцы Бледнее От Страха Разгорался Все Сильнее Бой Подобно Который Уничтожает Город Пожирая Все Вокруг Медленно Шел Менелай С Трупом Патрокола На Руках С Трудом Сдерживал Аякс Натиск Троянцев Впереди Которых Бились Эней И Гектор В это Время Ахилл Сидел У своего Шатра И Раздумывал Почему Не Возвращался Патрокол Тревожило Его То Что Опять Обратились В бегство Греки Он Уже Начинал Подозревать Что Погиб Патрокол Вдруг К нему Подошел Плачущий Сын Нестора Он Принес Ахиллу Весть О гибели Патрокола Невыразимая Скорбь Овладела Ахиллом Обеими Руками Захватил Он Пепло От Очага И Посыпал Им Голову Рассыпался Пепел По Его Одежде Упал Ахилл На Землю И Рвал От Горя Волосы Плакал И Молодой Антилох Он Держал За Рук Ахилла Чтобы Не Покончил Он С С С Горя Громко Рыдал Ахилл Услыхала Плач Его Фетида И Громко Зарыдала Поспешили К ней Все Сестры Ее Нейроиды И Тоже Подняли Громкий Плач Сестры Мои Воскликнула Богиня Фетида Горе Мне Горе О Зачем Родила Я На Свет Ахилла Зачем Воспитала Его Зачем Отпустила Его Под Стены Трое Никогда Уж Не Увижу Я Его Вернувшимся В Светлой Чертоге Пелея Должен Страдать Он Всю Свою Краткую Жизнь Не Могу Я Помочь Ему Я Пойду Сейчас И Узнаю О Чем Скорбит Он Быстро Предстала Пред Рыдающим Ахиллом Мать Его Фетида Со Своими Сестрами С Плачем Обняла Она Голову Своего Возлюбленного Сына И Спросила Его О Чем Ты Рыдаешь Так Громко Не Скрывай Ведь Исполнил Зевс Твою Просьбу И Прогнал Войска Греков К Самым Кораблям Они Лишь Одного Хотят Чтобы Ты Помог Им Знаю Я Это Милая Мать Ответил Ахилл Но Что За Радость В Этом Я Потерял Патрокла Его Я Любил Больше Всех И Дорожил Им Как Моей Собственной Жизнью Убил Его Гектор И Похитил Которые Даровали Боги Пелею Не Хочу Я Жить Среди Людей Если Не Могу Я Сразить Копьем Моим Гектора Если Не Заплатит Он Мне Жизнью На Смерть Патрокла Но Ведь И Ты Должен Умереть Вслед За Гектором Воскликнул Афитида О Пусть Умру Я Сейчас Если Не Мог Я Спасти Друга Он Наверное Призывал Меня Перед Смертью О Пусть Погибнет Вражда Она И Мудрых Ввергает В неистоство Забуду Я Гнев Против Агамемнона И Опять Выйду На Бой Чтобы Убить Гектора Смерти Жи Я Не Боюсь Никто Не Избежит Смерти Не Избежал Ее И Великий Геракл Хотя И Любил Его Зевс Громовержец Его Но Прежде Добуду Я Великой Славу Нет Не Удерживай Меня Мать Ничем Не Удержишь Ты Меня Так Ответил Матерь Ахилл Об Одном Лишь Просила Сына Богиня Фетида Чтобы Не Вступал Он В бой До Тех Пор Пока Не Принесет Она Ему От Бога Гефеста Новых Доспехов Погрузились В море Прекрасной Нереиды Просила Их Фетида Возвестить Отцу Нерею Что Произошло Под Стенами Трои Сама Ж Она Вознеслась На Высокий Олимп К Богу Гефесту Между Тем С Трудом Сдерживали Герои Греки Натиск Троянцев Уже Три Раза Пытался Гектор Гнавшийся За Греками Подобно Ярусному Пламени Вырвать Труп Из Рук Менелая Трижды Отражали Его Аяксы И Овладел Бы Гектор Трупом Патрокла Если Бы Не Явилась К Ахиллу Посланная Богиней Герой Вестница Богов Ирида Она Побуждала Ахилла Идти И Отстоять Тело Друга Но Не Мог Вступить В бой Ахилл Не Было У Него Доспехов Тогда Повелела Ирида Ахиллу Стать Безоружным На валу Окружавшим Стан Греков И Устрашить Наступающих Троянцев Своим Видом Пошел К валу Ахилл Афина Паллада Возложила На его Плечи Эгиду Голову Его Окружила Золотым Облаком И дивным Сиянием Блеск От головы Ахилла Поднимался До самого Неба Встал Ахилл На валу И Грозно Крикнул С ним Издала Грозный Крик И Афина Паллада Ужас Объел Троянцев Кони Их Испугались Крика И Сами Понеслись Назад В ужас Пришли Возничья На колесницах Увидав Огонь Вокруг Головы Ахилла Трижды Вскрикивал Грозда Ахилл И Трижды В страшные Сметения Приходило Все Войско Троянцев Среди Этого Сметения Погибло Двенадцать Троянских Героев Часть Их Наткнулась На копья Часть Растоптали Кони Греки Же Вынесли Тело Патрокла Положили Его На носилки И с громким Плачем Понесли К шатру Ахилла За ними Пошел И Сын Пелея Громко Рыдал Он Глядя На друга Которого Он Сам Послал В кровавый Бой Повелела Гера Богу Солнце Гелиусу Раньше Времени Спуститься В воды Океана Наступ Наступила Ночь Кончилась Битва В сон Погрузился Стан Греков Троянцы Же Собрались На совет В поле Они Совещались Стоя Ни один Из них Не осмеливался Сесть Боялись Они Нападения Ахилла Дал Такой Совет Троянцам Полидамант Вернуться В Трою И не Ждать Здесь Утра Когда Нападет На них Ахилл Многих Сразит Он Героев Если Нападет На Троянцев В открытом Поле Если Все Будут Защищаться Стоя На Стенах То Напрасно Будет Ахилл Объезжать На своих Быстрых Конях Трою Взять Ее Не Будет Он Сил И Но Отверг Гектор Совет Полидаманта Он Повелел Остаться В поле Троянцам Выставив Предлагерем Стражу Все Еще Надеялся Гектор Опять Напасть На корабли Греков И Прогнать Их Из Троады Гектор Объявил Что Если Решит Ахилл Вновь Участвовать В битве То Он Не Будет Больше Уклоняться Отбою С ним Тогда Кто Нибудь Из Них Вернется С победной Славы Домой Он Или Ахилл Помрачило Разум Троянцев Афина Паллада И Остались Они В поле Расположившись Лагерем А в стане Греков Ахилл Оплакивал Смерть Патрокла Положив Руки На грудь Убитого Громко И тяжело Стонал Он Подобно Льву У которого Охотник Похитил Львят Возвратился С охоты Лев Не нашел В логове Львят И с громким Ревом Ходит он По лесу И ищет Следов Похитителей Детей Боги Боги Восклицал Ахилл Зачем Я обещал Отцу Патрокла Что вернусь Вместе С Патроклом На родину Нет Обоим Нам Суждено Обогреть Троянскую Землю Нашей кровью Не Встретит Меня Возвращающегося Из похода Ни отец Пилей Ни возлюбленная Мать Пусть Умру я Дорогой Патрокол Но Не прежде Чем Отомщу Гектору И Устрою Тебе Пышные Пышные Похороны Повелел Ахилл Друзьям Омыть Окровавленное Тело Патрокла И Умастить Его Благовониями Исполнили Это Друзья Ахилла Положили Тело Патрокла На богато Убранное Ложа И покрыли Его Тонким Полотном А Сверху Роскошным Покрывалом Целую Ночь Оплакивали Мермедоняне Патрокла И Плакали Вместе С ними Плененные Ахиллом И Патроклом Троянки И Дарданянки Фетида У Гефеста Оружие Ахилла Изложено Папоиме Гомера Илиада Быстро Взлетела Богиня Фетида На Светлый Олимп К Медному Дворцу Бога Гефеста Когда Фетида Пришла В Дворец Гефеста Он Был В Кузнице Покрытый Потом Выковал Он Сразу Двадцать Треножников Они Были На Золотых Колесах Сами Катились Треножники К Богам И Сами Возвращались Назад К Этим Треножникам Богу Осталось Приделать Только Узорчатые Ручки Бог Ковал Гвозди Для Ручек Когда Тихо Вошла Во Дворец Богиня Фетида Увидела Богиню Прекрасная Жена Бога Гефеста Харита Взяла Наласково За Руку Фетиду И Сказала Ей Войди К Нам В чертог Фетида Редко Ты Посещаешь Нас Какая Нужда Привела Тебя К нам Позвала Харита Гефеста Чтобы Скорее Вышел Он К Богине Фетиде Услыхав Что К Нему Пришла Богиня Фетида Та Которая Спасла Некогда Ему Жизнь Когда Сбросила Его С Олимпа Гера Гефест Поспешил Назов Жены Он Поднялся От наковальни Собрал Все орудия Которыми Работал И Убрал Их Вакованный Серебром Ларец Отер Гефест Руки Грудь Шею Лицо Влажной Губкой Смывая Пот И Копоть Оделся И Опираясь На Толстый Посох Вышел К Богине Фетиде Под руки Бога Гефеста Вели Выкованные Им Из золота Прислужницы Которые Были Словно Живые Взял За руку Фетиду Гефест И Спросил Ее Скажи Мне Богиня Что Тебе Надо И Если Могу То Я Все Готов Сделать Для Тебя Залившись Слезами Фетиде Рассказала Как Лишился Сын Ее Тех Доспехов Которые Дали Боге В дар Отцу Его Пелею Как Убил Гектор Патрокла Как Скорбит Ахилла Своем Друге И Жаждет Отомстить Убийце Друга Но Не Имеет Вооружения Богиня Просила Гефеста Выковать Вооружение Ее Сыну Выслушав Фетиду Тотчас Согласился Гефест Выковать Ему Такое Вооружение Что Все Люди Будут Дивиться Его Необычайной Красоте Пошел Назад Свою Кузницу Гефест Взял Он Меха Свои Поставил Их Горнилу И Приказал Раздуть Огонь Меха Дышали На огонь Покорные Желанию Гефеста То ровно То порывисто Раздувая В горниле Громадное Пламя Гефест Бросил Горнила Медь Олово Серебро И Драгоценное Золото Затем Поставил Он На ковальню И схватил В руку Свой громадный Молот И клещи Прежде всего Гефест Выковал Щит Ахиллу Дивными Изображениями Украсил Гефест Щит На нем Представил Он Землю Море И небо А на небе Солнце Месяц И звезды Среди Звезд Изобразил Он Плеяды Геады Созвездия Ориона И Медведицы На щите Изобразил Гефест И два города В одном Городе Празднуют Свадьбы По улицам Движутся Свадебные Шествия И хоры Юношей А женщины Смотрят на них С порогов Своих домов А на площади Собралось Народное Собрание В нем Два Гражданина Спорят О Вире За убийство Примечание Вира Плата Которую Должен был Уплатить Убивший Родственникам Убитого Конец Примечания Граждане Разделясь На две партии Поддерживают Спорящих Вестники Успокаивают Граждан Кругом Сидят Городские Старцы И каждый Взяв в руку Скипетр Произносит Своё решение По спорному Делу В кругу Жележат Два таланта Золота В награды Тому Кто справедливее Рассудит Тяжущихся Примечание Талант Мера веса Золото Ценилось На вес Так как Монет Не существовало Конец Примечания Другой Город Осадили Враги Осажденные Оставив На защиту Города Жен Юноши И старцев Устроили Засаду Ими Предводительствует Бог Арес И богиня Афина Паллада Величественные И грозные Два Лазутчика Поставлены Впереди Следить За врагами Но Вот Показались Стада Захваченные Врагами Граждане Укрывшиеся В засаде Отбивают Коров И овец Шум Слыхали Встаня Враги И поспешили На помощь Началась Кровопролитная Битва А в битве Меж войнами Рыщут Богини Злобы И смуты И грозный Бог Смерти Изобразил Гефес На щите И пашню Пахари Идут За плугами Когда Они достигают Границы Поля Им подают Слуги Кубки С вином Изобразил Бог И уборку Хлеба Одни Жнецы Жнут Хлеб Другие Его Вяжут А дети Собирают Колосье Владелец Поля С радостью Смотрит Как убирает Богатый Урожай В стороне Женщины Готовят Обед Для Жнецов Рядом Рядом Изображен Был Сбор Винограда Юноши И девы Несут В корзинах Виноград Прекрасный Юноша Играет На лире А вокруг Него Движется Веселый Хоровод Изобразил Из стада Волов Гефест На стадо Напали Два Льва Пастухи Стараются Отогнать Львов Но собаки Боятся Напасть На них И только Лают Рядом Были изображены Пасущиеся В долине Среброрунные Овцы Стоилы Хлевы И шалаши Пастухов Наконец Гефест Изобразил Хоровод Юношей И дев Пляшущих Взявшись За руки И поселян Любующихся На пляску Вокруг Жив Всего Щита Изобразил Гефест Океан Обтекающий Кругом Землю Сделав Щит Гефест Выковал Броню Ахиллу Горящую Как яркое Пламя Тяжкий Шлем С золотым Гребнем И поножи Из гибкого Олова Окончив Работу Гефест Взял Своё Вооружение И отнёс Его богине Фетиде Подобно Быстрому Ястребу Понеслась Она с Олимпа На далёкую Землю Чтобы скорее Отнести Сыну До спехи Примирение Ахилла Сагамемноном Изложено По поэме Гомера Илиада Когда рано Утром Едва Занялась Заря Принесла Фетиде Сыну До спехи Она Застала Его Рдающим Над трупом Патрокло Стараясь Утешить Сына Фетиде Показала Ему Принесённые До спехи Ни один Из мир Медонян Не мог Взглянуть На доспехи Так Сверкали Они Засверкали Очи Ахилла Огнём Взял он До спехи И стал Ими Любоваться Решил Сын Фетиды Немедленно Идти На бой С троянцами Одно Беспокоило Его Он Боялся Что Труп Патрокло Будет Обезображен Тлением Но Богиня Фетид Успокоила Сына Она Обещала Сохранить Труп Влив В него Нектар И Амврозию Ещё Прекрасней Должен Был Стать От этого Умерший Патрокол Сыну Ж Она Посоветовала Идти На совет Греческих Вождей Пошёл По берегу Море Ахилл Сзывая Всех На народное Собрание Всё Войско Собралось У шатра Агамемнона Никто Не остался При шатрах И кораблях Пришли Хромая И Одиссей С Диамедом Вышел И страдающий От раны Агамемнон Агамемнон Он Сознал Свою вину И сказал Что это богиня Раздора Слепила его Она Ходящая Лёгкими Стопами По головам Людей Уловляет Их В своей Сети Ведь И самого Зевса Однажды Ослепила Она Агамемнон Обещал Выдать Ахиллу Немедленно Все дары Которые Обещал Он ему За примирение Но Не нужны Были Уже Ахиллу Дары Он Думал Лишь О битве О Мести Гектору Он Звал Всех Скорее В бой Но Хитроумный Одиссей Советовал Ахиллу Не спешить Он Говорил Что Прежде Должны Войны Насытиться Чтобы Подкрепленными Пищей И вином Вступить В бой А в это Время Ахилл Должен был Принять Дары И возвращенные Ему Бресеиду Агамемнон Согласился С Советом Одиссея Он Просил Сходить Его Самого С юношами За Дарами И Бресеиды А вестник Атальфибия Послал За кабаном Чтобы Принести Его В жертву Богам За Примирение Напрасно Просил Ахилл Всех Не заботиться О дарах А позаботиться О битве Он Он Хотел Чтобы Сейчас Шли В бой Греки И Только Отомстив За Убитых Вечером Сели За Общий Пир Отказывался Ахилл От Пира Сейчас Не Шла Ему На Ум Пища Когда В Его Шатре Лежал Неотомщенным Его Верный Друг Одиссей Уговорил Однако Ахилла Повременить С началом Битвы Одиссей Принес Из шатра Агамемнона Дары А герои Привели Невольниц Ибресииду Все Разошлись По шатрам Мермедоняне Ж Взяв Дары Агамемнона Пошли К своим Кораблям С ними Пошел И Ахилл Вскоре Пришли К Ахиллу Вожди Греков Они Просили Его Подкрепиться Пищей Но Отказался Ахилл Остались У Ахилла Агамемнон Менелай Одиссей Нестор И Доминей И Феникс Они Старались Утешить Великого Героя Но он Думал Лишь О Патрокле И Вздыхая Говорил Было Время Когда Сам Ты Патрокол Предлагал Мне Пищу Перед Боем Теперь Ж Лежишь Ты Пронзенный Копьем Не Было Бы Даже И тогда Сильнее Мое Горе Если Бы Я Узнал О смерти Отца Моего Или Даже Если Бы Узнал Я О смерти Моего Возлюбленного Сына Неапталема Оставленного Мною В Скиросе Я Надеялся Что Один Умру На чужбине Я Я Думал Что Ты Возвратишься В Афтию И Привезешь Туда Моего Юного Сына Горько Плакал Ахил Кругом Вздыхали Герои Каждый Из них Вспоминал Тех Близких Которых Оставил На Родине Увидал Солимпа Зевс Печаль Ахилла И Повелел Афинипаладе Идти В шатер К герою И Оросить Ему Грудь Нектаром И Амврозией Подобно Орлу Слетела Солимпа Афина И Оросила Грудь Ахиллу Нектаром И Амврозией Чтобы Не Утратил Он Силы Ахилл Вступает В битву С Троянцами Изложено По Поэме Гомера Илиада Вооружились Греки Один За другим Выступали Отряды Греков Истана Как Несутся Хлопья Снега Гонимые Ветром Так Шли Они В битву Много Было Их Сверкали На солнце Шлемы Копья И щиты Содрогался Берег Море Под ногами Воинов Вооружился И Сын Пелея Облегся Он В доспехе Выкованные Гефестом Через Плечо Повесил Он Меч Взял Сияющий Как Месяц Щит И Достал Из Ларца Свое Громадное Копье Которым Лишь Он Один Мог Сражаться Надел Он И шлем Сиявший Подобно Звезде И Вышел Из Шатра Гневом Сверкали Его Очи Сердце Сиявший 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 Не бросьте меня мертвым на поле битвы. Вдруг обратился, понурив морду, к Ахиллу Ксанф, сотворенный Герой вещем, и сказал голосом человека. Сегодня, великий Ахилл, мы вынесем тебя живым из битвы, но близок твой последний день. Не наша вина, что погиб Патрокол. Его сразил стреловежец Аполлон. Он даровал победу Гектору. Хотя бы мы летали, подобно Зефиру, все же суждено тебе погибнуть от руки Аполлона и смертного мужа. Примечание. Зефир. Западный ветер. Конец примечания. Гневно вскричал Ахилл. Что ты пророчишь мне смерть, Ксанф? Я сам знаю, что судьбой суждено мне погибнуть здесь, вдали от отца и матери. Но не покину я боя до тех пор, пока не напою кровью троянцев землю, мстя за Патрокла. Так воскликнул Ахилл и погнал коней в битву. А греки уже выстроились в поле и наступали на троянцев, занявших возвышенность перед Троей. В это время громовержец Зефс повелел богине Фемиде созвать богов на совет. Собрались в чертогах Зефса все боги, собрались даже боги рек и потоков, собрались нимфы и богини источников. Сказал бог громовержец собравшимся богам, что сам он не будет вмешиваться в битву, а будет наблюдать бой с вершины Олимпа. Все же боги могут принять участие в битве, на какой каждый из них хочет стороне. Зефс боялся, что не выдержит троянцы бурного натиска Ахилла, и он может вопреки судьбе овладеть Троей. В тот час спустились боги на землю. Богини Гера и Афина Паллада, боги Посейдон, Гермес и Гефест стали на сторону греков. А богиня Афродита, Артемида и Латона, боги Арес, Аполлон и речной бог Ксанф встали на сторону троянцев. Примечание. Ксанф. Бог реки Искамандр. Конец примечания. Лишь только приблизились боги-олимпийцы к войскам, как тот час богиня Эрида возбудила брань. Грозно скричала Афина Паллада, пронесшись по войскам греков. В ответ ей раздался крик бога войны Ареса, подобной грозной бури. Сшиблись войска. Загрохотали громы Зевса и раскатились по небу. Потряс всю землю бог Посейдон. Заколебались горы от подошвы до вершины, содрогнулась Великое Троя и корабли греков. Ужаснулся властелин царства душ умерших Аид. Он вскочил с трона, боясь, что разверзнется земля, и откроется его царство ужасов, которые приводят в трепет даже бессмертных богов. Началась ужасная битва. Ахилл жаждал лишь встречи в битве с Гектором. Стреловержец Аполлон, под видом Ликаона, сына Приама, явился Энею и сказал ему, что нечего бояться ему, сыну Афродиты, вступить в битву с сыном низшей богини Фетиды, Ахиллом. Этим он воодушевил Энея на бой и храбро выступил сын Анхиза вперед. Увидала это богиня Гера и испугалась, что Аполлон поможет в бою Энею. Посейдон же посоветовал богам не вмешиваться сейчас в битву, а сесть на валу, который некогда был насыпан Гераклом на берегу моря, и только тогда принять участие в битве, когда в нее вмешается бог Арес и бог Аполлон. Вняли боги, помогавшие грекам, совету Посейдона и сели вдали от битвы. Боги же, помогавшие троянцам, сели на камнях Каликалонских холмов. Сошлись Эней с Ахиллом. Насмешкой встретил Ахил сын Анхиза. Он напомнил ему, как уже раз обратился он от него в бегство. Советовал ему скорее укрыться в рядах воинов. Но Эней ответил Ахиллу, что напрасно пугает он его, словно младенца. Напомнил сыну Фетиды Эней, из какого знаменитого героями рода происходит он. Эней хотел скорее начать бой. Могучей рукой метнул он копье в щит Ахилла, но не пробило оно щита. Напрасно отклонил щит Ахилл. Не подумал о том, что не может рука человека пробить щит, сделанный богом. Ахилл ударил копьем в щит Энея, копье пробило щит, но Эней нагнулся и копье пролетело над ним. Потемнело в глазах Энея от ужаса. Так близок был он от гибели. Обнажил Ахилл свой меч, а Эней схватил громадный камень. Погиб бы Эней. Но бог Посейдон не хотел его гибели. Быстро явился он ему на помощь. Поднял он копье Ахилла и положил у его ног. Перед очами Ахилла разлил колебатель земли густую тьму, а Энея могучей рукой перебросил далеко за пределы кипящей битвы. Там Посейдон явился Энею и запретил ему выступать в передние ряды воинов до тех пор, пока будет жив Ахилл. Рассеял Посейдон мрак перед очами Ахилла. Поразился с инфитиды, увидав лежащее у ног копье. Энея же пред ним уже не было. Понял Ахилл, что боги покровительствуют Энею. Теперь он был уверен, что не осмелится больше Эней вступить с ним в бой. Яростно бросился Ахилл в битву. Многих сразил он героев, разыскивая Гектора. Гектору же. Бог Аполлон не позволял нападать на Ахилла и велел ему держаться в задних рядах воинов. Но вот Ахилл сразил своим копьем сына Приама Полидора. Он был младшим из оставшихся сыновей царя Троя. Нежно любил его отец. Увидал Гектор гибель брата. Забыл он наставление Аполлона и бросился туда, где сражался Ахилл. Увидал Ахилл Гектора. Радостью загорелись его грозные очи. «Вот тот, кто глубокой печалью поразил мое сердце!» Воскликнул Ахилл. «Будет. Не будем больше бегать друг от друга по полю битвы. Иди ближе, чтобы скорее мог я послать тебя в царство Аида». Но Гектор ответил Ахиллу. «Еще неизвестно, кто из нас будет убит. Хотя я не так могуч, как ты, Ахилл. Но одни боги ведают, кому из нас суждено пасть. Знай. И мое копье – Остро». Бросил копье Гектор. Но Афинопаллада своим дыханием отклонила копье, и оно упало у ног Ахилла. Ринулся на Гектор Ахилл, но на помощь подоспел бог Аполлон и окутал мраком Гектора. Три раза Ахилл бросался на Гектора, но каждый раз поражал лишь мрак своим копьем. Налетев четвертый раз, грозно крикнул он. «Снова избежал ты, пес, гибели!» «Снова спас тебя, Аполлон! Но скоро я настигну тебя, если только есть и у меня покровитель среди богов!» В гневе Ахилл бросился на других троянских героев. И много пало их от его губительного копья. Словно неистовый пожар, свирепствовал он в рядах троянцев. Как под ногами валов вымолачиваются колосья, когда земледелец на гумне молотит ячмень, так под ногами коней Ахилла дробились тела, щиты и шлемы. Неистовый Ахилл весь пылал жаждой воинской славы. Кровью залил он свои руки. Обратились в бегство троянцы. Но на берегах Скамандра настиг их Ахилл. Врезавшись в их ряды, он разделил бегущих. Часть их устремилась к трое, но Гера преградила им путь густой тьмой. Другая часть бросилась к реке. Многие троянцы искали спасения в Скамандре. Заходили волны по реке отбросавшихся в нее воинов. Одни хотели спастись вплавь, другие старались укрыться под крутыми берегами. Ахилл с мечом в руках бросился в воды Скамандра и стал рубить бегущих троянцев. Он захватил двенадцать троянских юношей, связал им руки ремнями и велел своим мирмедонянам отвезти их в стан. А сам снова бросился избивать троянцев. На берегу Скамандра настиг он и юного сына Приама Ликаона, того самого, которого некогда взял он в плен в виноградниках и продал в рабство на Лемнос. Обнял ноги Ахилла несчастный Ликаон и молил о пощаде, обещая громадный выкуп. Но Ахилл, пылая местью за друга Патрокола, не пощадил Ликаона. Ведь умер же более знаменитый воин Патрокол. Умрет и сам Ахилл, сраженный врагом. За что же Ахилл должен щадить Ликаона? Острым мечом пронзил сын Пелея Ликаону шею и упал он мертвым. Сын Фетиды схватил труп его за ногу и бросил в Скамандр, чтобы рыбы насытились им. Редактор субтитров А.Семкин